ТАК, НАЧЕ, ПОЛУЧАЕТСЯ ТУДА? С ТУРОНУ? В ближном шоу. ТАК, НАЧЕ, ПОЛУЧАЕТСЯ ТУРОНУ? УДЫЕ КАНАЛ ДНЕ, В ДЖУ. ты заметь какое небо прям ни одной точки нету надо прям на 9 и на 10 мая бы еще была такая бы я кстати вот по работе знаешь всегда с собой беру зонтик вот всегда примеру но когда я вот был в кем когда там такой второй день неделя один день когда с собой зонтик решил не брать вот прям вот один день когда собой решил зонтик не брать да и меня накрывает дождь вот такая хрень вот здесь какие-то говняные песни почему-то поеду вот именно вот с этого места не знаю почему конечно а может сейчас будут исключения сейчас посмотрим чек 1 2 ладно бы надо я вот думаю я вот думаю если смысл именно к идущему тебя нет он значит идет куда-то ну да ну да да у него вряд ли с youtube да ему еще это долго объяснять придется звездаешь те кто в теме знаешь им когда сложно это объяснить что именно от них нужно делать и так далее а ты прикинь как это будет объяснять а тем кто вообще не разбирается вообще щетку ютубку интернет бен как это все снимай когда все скидывай записывать и тогда да да ну да ну да я сейчас замечал да вот в москве а есть некоторые такие точки где прям курьеры прям тупо собираются ну вот как там да вот там еще тут тусанулись пять курьеров сразу место где-то пересеклись но есть какие-то да возможно но я еще замечал во многих торговых центры такая тема вот здесь где-то они собираются где-то не собираются но я бы не стал потому что от вируса все таки никто не застрахован не особо люблю привязывать свои счета к каким-то телефонным программам потому что блин ну да но они параллельно имеют тогда доступ если к моему телефону тогда еще и к другим программам например а к моим банковским доступом у меня там не банки онлайн в телефоне и так далее если бы они это хотели сделать удобство они бы могли просто сделать какую-то универсальную карту которая бы работала бы со всеми банками потом какой-то супер скидки именно бесконтактный до чтобы примутают поднес к этому сканеру сканеру я платил а если они еще такой кэшбэк предлагают то значит что здесь какой-то высокий у них интерес к этому не во первых я скажу вообще сама система да сама вот эта правительственная система она заинтересована в том чтобы все финансы человека были на виду но это одно но еще она заинтересована в том чтобы каждого человека до каждого счет можно было просто одним нажатием кнопки заблокировать просто да вот были деньги нету денег да и вот поэтому в принципе правительство очень сильно поддерживает вот это внедрение всяких безналичных платежей вот кэшбэками какими-то бонусами и так далее ну смотри как ты имеешь ввиду а ты спрячешь 12 миллиардов рублей вот сейчас поймали по охотнику и вот 12 миллиардов рублей ну слушай во первых я бы такую сумму никогда бы в деньгах не держал но знаешь если обратишь внимание на сколько например деньги обесцениваются сейчас например года лет пять назад допустим да лет пять назад я за пакет продуктов в магазине отдавал ну допустим рублей 300 да сейчас за такой же самый пакет я плачу рублей 800 то есть в деньгах хранить вообще сейчас в принципе недвижимость либо какой-то проект какой-то бизнес не ну это если я на себя куплю квартиру а если допустим я на сестру я я если допустим просто моя сестра сама себе купит квартиру одна-две нормально прокатится когда у тебя 12 миллиардов по полу тысячи квартир хорошо можно купить помещение посерьезнее допустим какой-то торговый центр построить сразу вопрос оттуда деньги блять ну знаешь смотри от кого ты хочешь скрыть эти 12 миллионов от государства ну да ни в одном банке тот государства такой суммы не скроешь они вы не российском не зарубежными так далее а так что не будет без налички наличный день ага все да 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 деньги сразу станции едные вот и все так что никуда ты от этого не спрячешься то есть с коррупцией в принципе на высоком на высоком там по мелочи по автобусу собирая деньги я даю деньги она мне молча просто дает сдачу на 10 рублей больше чем положено билет не выдает то есть то есть в принципе выгодно и мне и ей то есть и здесь в принципе знаешь если я вот когда то даже это говорил если вот совсем не будет как коррупции да и вообще будет такой какой то типа порядок то тогда блять и жизнь вообще уже не то будет ну тогда как-то скучно житься будет всегда скучно да наоборот это будет хорошо все будет жить честно ну знаешь честно это понятие растяжимое как сказать пока народ одурманенный сейчас да там одурманенный вот своим вот этим рабством то то народ то останется да 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 то по честному с народом жить это значит быть таким же рабом как и народ а тогда народ будет знать так сказать что свобода нужнее чем какие то там наши вот эти там арабские ну давайте народу наверно никто не скажет кого хоть ищут да но здесь видишь как я скажу просто если бы система работала на подъем да если бы система работала на прогресс на продвижение вообще да всех там и народа и страны и государства и так далее тогда бы да без коррупции было бы хорошо тогда бы без коррупции было бы лучше но сейчас когда система конкретная идет на деградацию да вообще общая система общества вообще общий курс вообще всемирный он идет в принципе на деградацию то коррупция – это единственный путь обхода от всей этой системы деградационной. Как ни крути, но пока что коррупция – это один из вариантов обхода. Не согласен. Например, знаешь, ты… Вот, например, возьмем того же самого Павла Дурова, его тот же самый Телеграм, то есть государство говорит, что слушай, а мы не хотим, чтобы кто-то еще из народа додумался до того, что он может на самом деле. Но знаешь, просто весь прогресс в мире, он должен быть под контролем, да? Никто не должен никакие сайты создавать, никто не должен никакой созидательностью заниматься. Все должны… Не, 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 ты можешь создавать сайты, но… Хорошо, если ты делаешь типа Телеграма, я думаю, тебе тоже никто не запретит. Не запретит, пока там людей не будет, пока там людей не будет, тогда да, никто не запретит. Но сейчас, когда уже, например, тот или иной сайт имеет возможность, так сказать, одурманивания населения, пропаганды какой-то, да, там, влияние и так далее, то этим уже будут заинтересованы те, кто управляют, так сказать, страной, те, кто управляют этой землей, планетой и так далее. И здесь они скажут, что нам нужно, нам что нужно, нам нужно, чтобы весь народ был тупоголовый, чтобы все были одинаковы, чтобы все ходили строем и чтобы все делали только то, что нужно нам. А ты здесь, видите ли, собрался какую-то свободу сей, да, какую-то свободу выбора. А нам это невыгодно, то, что ты достигаешь какую-то свободу выбора. То есть, и получается так, что, то есть, нам выгодно конкретно арабская диктатура, тоталитарный режим, чтобы каждый человек даже в туалет срать ходил только с позволением государства. Вот примерно так. И получается, что, например, если ты будешь какой-то, да, там, вклад вносить в эволюцию, да, там, как-то, какой-то вклад в прогресс, то этим ты будешь мешать тем, кто заинтересован, наоборот, в деградации. Ну, хорошо, допустим... Вот, например, прогресс в создании сотовых телефонов, это я считаю, что это... Это да, но... Вклад в деградацию, человеку можно... Не в деградацию неправильно, а вклад в контроль человека. А, да, ну, смотри, здесь в чем дело? Создание сотовых телефонов. У человека есть выбор, либо пользоваться телефоном, либо нет. Ну, все пользуются. Да, но это же личный выбор каждого. Да, потому что, да, конечно, это удобно. Раньше когда-то тоже света не было, но свет уже появился. То есть, так же, да. То есть, раньше вообще можно было легко пропасть. Без вида. Правильно? Ну, если бы какую-то в Сибирь там уехать, среди лесов там жить... Ну, это и сейчас прошло, поставь телефон и езжай. Да, да, да. Так что, получается так, что да, возможно. Ну, а в чем суть? Например, прогресс полезный, да? Например, интернет все-таки, как ни крути, вот само появление интернета, это все-таки прогресс полезный, да? А вот, например, тотальный контроль, то, что любого человека просто могут, блин, заблокировать одним нажатием кнопки. То есть, и все, что он там копил за всю свою жизнь, то, что он нажил там свои там несчастные деньги, просто у него их могут отнять, да, и все. Одним нажатием кнопки. И где его хранить? Хорошо, где его хранить? Дома у себя? Ну, вот его в полковник, когда он 12 миллиардов, покупал квартиру, и там складывал сумки с деньгами. Здесь, видишь, деньги сами по себе, это просто груз, да, то есть, если их ни на что не вкладывать, никуда не тратить, то это, в принципе, просто груз. А если уже начать что-то хотеть, то тогда деньги это уже возможность. Ну, хорошо, дали тебе там, лямов 10. Куда ты их вложишь? Куда я их вложу? Да. Принесу тебе 10 миллионов рублей. Нет, ты знаешь, вначале у меня будет такое, как вымышленное удобство. Например, знаешь, с чего вообще начинается любая созидательность, да, там, любой прогресс, ну, любая новизна того же самого интернета, да, тех же самых мобильных телефонов, это с вымышленных удобства. Ты такой фантазируешь. А вот было бы неплохо, если бы у нас никогда телефоны не садились, если бы у нас в подложке ботинок мог бы ток накапливаться и дистанционно передавать заряд на телефон. Было бы неплохо. Для этого много ходить. Было бы лучше. Что ж? Для этого много ходить. Но сейчас, я вот уже, знаешь, вот сейчас мы уже прошли, как минимум, на 10 таких заряженных телефонов. Скажи, у которых, скажем, какой-нибудь офисный планктон, скажем, нафиг надо. Не, а никто его не заставляет этим пользоваться. Так что, знаешь, хотя даже офисный планктон, но он свои 10 минут в день хотя бы до метро находит. Хотя бы от офиса домой и обратно. Ну, я понял. Идея. Также вот эти, знаешь, да, да. Также вот эти стулья, которые, знаешь, там есть стулья просто неподвижные, есть те, которые крутятся. Также можно оттуда провести какой-то, так сказать, провод, чтобы... Ну, может, проще ветряк поставить. Ну, это тоже никто не мешает. Но ветряк это ветряк. Ветряк ты у себя на балконе не поставишь. Хотя, кстати, тоже можешь. Можешь. Да, хотя можешь. Чем этот крутящийся стул, который, если ты весь день на работе, он у тебя дома не крутится. Просто проставить пустой. Да, да. Но, опять же, я имею в виду, да, то, что каждое движение, в принципе, да, как-то можно монетизировать. Да. И получается, даже подошву ботина как-то можно зарядить током и передавать его на телефон. Райкин смеялся. Говорит. Понимаете, вот как ученый, как его трудят. Смотрите. Еще неизвестно, что он придумает там. Он может там ходит зад-перед, а только не поповано. Так, оно сейчас там. Так, где бы там... Вот, давай там что-то вставим. А вот если к нему привезли нам машину, когда он ходит туда-обратно, уже электричество накачает сколько-то. Это да. И пусть там он ничего не придумает, зато уже погибает. Да, да, да. Вот это вот и есть. То есть получается то, что делается по пути.